Ну что ж, друзья, 15-й сезон на 2 целых продолжается, матч X3 против Изикатки, третья карта решающая, и перейдем же сразу, наверное, к обсуждению этой самой третьей карты. Кристал, как тебе кажется, вот после второй карты смогут ли Изикатки оправиться? Да, мне кажется, это то, что они правильно поняли, с кем они столкнулись, им снова надо играть, ну, в смысле, драфтить так, чтобы их противник оказался на таймере, да, они с вами оказались в ситуации, где они могут спокойно выформить свои шмотки и оказаться сильнее просто именно в лейте, тирамид лейте, да. Я думаю, что время реально расчехлять, что-то такое прям плотное, при этом забанить всех лейтевиков, да, и взять себе вот, ну, условно, там тоже морфа можно, можно какую-нибудь фантомку, вот Сларка сейчас забанили, X3 и так далее, то есть я думаю, что им реально нужно что-то такое, что сможет остановить давление и что-то, что сможет дать им возможность просто дойти до лейта и там нажать простейшие кнопки, вот. Если они этого не сделают снова, если снова их перепикуют, то будет, конечно, крайне сложно, и, честно говоря, в данный момент мне ситуация в X3 нравится немножко больше, потому что, ну, драфт там, да, NGB Trader это супер универсальная штука, и с этим очень просто продолжать свой драфт. Да, Лина плюс Марси, изи катка, ну, Лина мне нравится гораздо больше батарайдера в миде, очевидно, поэтому бетик, возможно, даже придется переставлять на какую-то позицию с центра, например, на третью позицию, словно Шар Гарату давать этого героя, что, наверное, не очень хотелось бы X3, но против Лины, очевидно, стоять будет гораздо хуже, чем против любого другого лейнера, я думаю, один из лучших вообще героев в центре именно против этого персонажа, он не найд, добирается изи каткой, окей, против бетрайдера, опять же, оружие есть уже ультимативное, то есть, ласо, ты тут не нажмешь на линии, ты эту лину не сожмешь, в общем, как-то пока бетику печальнее играть. Угу, согласен с тобой, но с другой стороны, он может быть здесь просто утилитарным мужиком, который влетает, да, и не парится, что бы и нет. Ну, Вомника может в теории влететь, да, поймать его на лассо, тогда уже будет поприятнее условно играть, быстро как-то зафоксить Омника, но опять же, под это нужен какой-то герой, у нас из троек довольно много, бестмастеры, ним под баней, шедоу-шаман, кстати, неплохое решение, вообще, герой такой подзабытый немного последнее время, опять же, хотя супер-классное решение в плане контроля плюс товар-демеджа, опять же, и против Омнина, это работает на все сто, как по мне, а особенно под бетрайдером еще, к тому же. Так что пока четверка хорошая. Какую-то тройку бы добрать, и вот тут вопрос, бестмастер в бане, нигма в бане, ну что, опять какой-то веномастер условный, либо ликан вообще, ну... Кстати, ликан не самый плохой вариант, как по мне здесь. Съедаешь Омнина, это даже он нажимает ГА, ты сразу отступаешь, супермобильный такой кор. Ну, не знаю, это вариант, конечно, но я думаю, здесь можно предположить каком-то... Во-первых, кого Омнинайт круто бафает, да, если мы говорим про изи-катку. Первая патч. О, Омник. Кстати, еще морфлинг. Это идеальный пик сейчас, по той причине, что изи-катка правильно сделали, что убрали Рубеса. Против Омнинайта это один из лучших героев, потому что Steel Heavenly Grace это суперсильно. И обычно банится морфила. Во-вторых, ты знаешь то, что Несфир играет на морфиле. Причем неплохо, да, уже показал в предыдущей карте. Почему ты оставляешь морфлинга, учитывая, что ты пикаешь Омнинайт, остается для меня, конечно же, серьезной загадкой. Вот. Видимо, есть какой-то супер-мега-ответ. Надеюсь, что это не Apparition опять, потому что некуда свапать героев. Но только если Марси тройка. Вот. Ну и аппарат здесь будет довольно слабым героем. Так что, по-моему, изи-катка сами себя только что запороли драфт. Да, и причем Паджета тоже не можешь взять, на самом деле. Паджета тоже не можешь взять, очевидно, против морфа, а он юзлесс. Вот. И тебе не хочется. Ну, не то, что юзлесс, да, он скорее немножко про другое. Просто он будет разбираться с другими героями. Тебе нужно будет мидером, той же самой Линой, каким-то образом уничтожать морфа. Типа там, чтобы она достигла какого-то лютого капа по демеджу и так далее. Но тоже сказки те еще. С кем еще Омнинайт хорош, да? Он хорош с тем же самым морфом. Но теперь уже его не взять. Он с чем еще классный? Он классный был со Сларком, но Сларка убрали. Свен? Свен классный. Но ты себя ставишь на таймер, очевидно. Да, потому что тебе нужно будет реально играть вот от этого таймера в БКБ, когда Свен соберет. Вы ему делаете стаки. А, дрова. Ну, окей. Дрова, кстати, прикольная против морфа в целом. Играет и вармор, что довольно круто. И против этого героя не очень приятно играть, потому что Сайланс есть, да. А БКБшку ранее собирать морф не любят. Но это все пока такое тонкое, честно говоря. Даже по Домнинайтам. Какой-то вот нужен прям такой жирыч, жирыч, что называется, на третью позицию. Да, да. Но я думаю, что можно кентавра какого-то условного придумать. Он будет давать дровке возможность сваливать. Вот. Это хотя бы какая-то функция, да. Да, как вариант. Как вариант. Можно андер в теории. Но это такое. Хотя андер, кстати, неплохо. Он неплохо режет дэмэдж, опять же, морфлингу на линии. Он ему немного мешает даже. Поэтому над андером можно и задуматься. Пока банят кентавра, вот про который вот как раз сказал. Ну, посмотрим. Еще в целом х-стрита нужно определиться, все-таки бетрейдер, какой позиции, да. То есть, если это будет мид бетрейдер, то вы ставите себя сразу в положение того, что он проиграет, скорее всего, центральный коридор. Либо вы ставите бетика на три, и он все равно проигрывает линию, потому что он стоит против дровки Омника. Ему тоже тяжело. Так что бетик здесь ни к силу, ни к городу вообще. Ну, на позиции три он действительно хотя бы утилитарный. Мне реально нравится, что их черти и мысли дровно таким же образом, как и я, да. Типа это правда крутой бы пик был здесь. Решающе много вопросов. Может быть, ты скрытый тренер экстремида? Да нет, к сожалению. Или к радости, я не знаю, как посудить. Как бы, знаешь, это вот главная проблема, что когда смотришь на вещи сверху. Вот в случае с драфтом, например, все намного проще, да. То есть нет тумана войны в драфтах. Было бы, кстати, мемный, если бы он был. Вот, вы вслепую друг у друга драфтили, например. Но здесь вот еще плюс-минус можно посмотреть. Но проблема в том, что вот как только ты станешь тренером, ты попадаешь в окружение людей, которые на определенных героях играют, у которых определенный подход к доте и так далее. И даже если у тебя там, даже есть ты, Дмитрий, Light of Heaven, то все равно ты можешь начать, так сказать, деформироваться в их сторону немножко. Вот, вы друг на друга влияете. Хотя в случае с Димоном, я уверен, что он готов любых чуваков деформировать под себя. Полностью вообще задоминировать их и так далее. Но я все еще, я здесь не верю, короче. То есть дрова Лина, типа, это убойная сила, когда они выформят свои слоты, она будет еще, дровка будет давать еще Лине пассивку прикольную. И вы, типа, такие прям сочные, прям мощные по демеджу. Но вот с тем вопросом, как вы будете жить, даже под бафами у меня Найта и Марса, вам для того, чтобы жить, нужно бить. А бить вы, возможно, не будете, потому что на ваших лицах будут сидеть герои. И, наверное, единственная проблема, которую экстренно надо решить, это как сделать так, чтобы сидеть одновременно и на линии, и на дрове. Потому что пока вы бьете одно, вторая, соответственно, уничтожает вас. Минус Тимбер, минус Марс. Прикольная идея с Тимбером была бы. Я солидарен для Шаргарата. Но Шаргарат на каких героях особо-то не играет. Что бы придумать для тройки x3? Это вопрос. Троек мало осталось. Просто без мастер-те не особо нужен. А, БМ уже в бане, да. Ну, Ликантроп остается из таких вещей. Что нас там по коэффициентам, нам говорят, показывают? 1,51. И 2, и 3. Солидарен пока что полностью. По драфту посмотрим. Ликантроп, да, все-таки шаргаратовский герой. Очень крутой. Потому что, ладно, понятно, что в лейте, если что, надо будет морфа улучшать. Во-вторых, он, конечно же, кушает товара. И, в-третьих, самое главное, что он добегает долины и дровы. Дрове он еще и пассивку попит. Грязно. Насталк. Насталк. Окей, окей. Ну, мужик вот нужен был какой-то жирный, вот и взяли. Явно не лучший выбор, но какой-то мужик нужен был. Да, хотелось бы еще напомнить, на самом деле, про баннер под нашу трансляцию. С тех же минлайн до 10 тысяч фрибетом. Естественно. Естественно. И про QR-код, и про то, что хрибеты помогают, так сказать, в матчах, которые сложные, да, не сомневаться особо. Потому что, ну, матчи, например, DDCL, это один из самых сложнейших для анализа форматов, потому что здесь вопрос не в драфтах, а довольно часто в реализации этих драфтов. Ну, честно скажу, мне сверху драфт нравится больше, но в ультра-мега-жестком лейте снизу выглядит тоже крепко, потому что, во-первых, понятно, драфалина, во-вторых, баланар, он становится на 25-м левеле машинный просто. Он третий корр очень и очень сильный. И аур больше, да, то есть. Слушай, ну тут баланар, опять же, через шарт, скорее всего, будет играться какой-то, который будет съедать просто эншей, по идее, каких-то условных у Шергората, то есть какая-то такая история должна быть. Я Night Stalker редко замечаю в последнее время, такой не самый популярный герой на третьей позиции. Ну, и опять же, это связано с тем, что он довольно медленный сам по себе, да, он против только определенных героев работает неплохо. Вот против Ликана, в принципе, отличный вариант, как по мне. Против Чена, кстати, тоже может заезжать иногда, но это такое, это все, скажем так, обсуждается командами в основном, да, и очень немногие команды принимают решение именно Night Stalker ставить. На третьей позиции. Довольно интересный пик от изи катки. Я бы, наверное, все-таки поставил на такую небольшую уверенность в плане X3, то есть у них, вот у них стабильный, хороший драфт, у них есть все, контроль, контроль через БКБ, у них есть подпуш, у них есть классная драка, классный файт, и у них есть лейт потенциал. А у изи катки, по факту, вот только, наверное, единственное, что мне прям видится, это либо какой-то жестчайший темп, который наберет себе Лина. Ну, типа, от Лины вся игра строится, вот, типа, ее тайминг в БКБ, это единственная возможность драться. То есть в этом-то и проблема, что у тебя дрова, очевидно, это супердолгий герой, а у противника момент, когда просто ставятся серпинфорды, два волка вместе с доминатором жрут твой тавр, и чем ты, блин, отвечаешь? Ты ничем не отвечаешь. То есть ты можешь ответить только если у тебя огромная Лина, потому что Баланару тоже нужно время. И, мало того, у Баланаре есть большие кдшки в оверлигейме. Вот, и такое, конечно, такое. Ну, и опять же, хочется напомнить о том, что у нас на Баланаре-то играет как бы Близзи. Близзи парень такой довольно опытный и уверенный. Я думаю, Night Stalker он нам должен хорошую игру показать, посмотрим, опять же. Лукас на дровке. Вообще, дровка, честно говоря, один из моих самых любимых персонажей в целом. В доте, как, если так взять, именно из героев дальнего боя. Вот, а если мы берем. Но здесь не знаю, насколько она заезжает, честно говоря. Ликантроп, морфлинг, как-то, вот, я не знаю. Мне кажется, что это все перебьет просто эту дровку, поэтому пока драфт экстрим мне нравится чуть-чуть побольше. Окей, будем смотреть третью карту. Бэтрайдер у нас стоит в центре. Но Бэтрайдер будет тяжело, конечно, в любом случае. То есть даже если он принесет какой-то супер-быстрый боттл, даже если он сейчас найдет ферсблат, неожиданно и резко, да. Ну, даже так против Линны стоять, конечно. Одна из самых неприятных историй вообще, которая может произойти. Ринг, выход, кстати. Ну, здесь Дарк выключил очень классную силу. Есть Дикей по двум героям, поэтому Дарка забрать сложно. А вот Ринка можно попробовать. Ринка цепляет дальше. Рейс, нужно Рейс отдать. Рейс опять находит ферсблат себе. Дарк еще Дикей выкачивает. А Дарк здесь не подставится. Кстати, а Дарк подставит... Не, не успевает. Дайте сюда Лукас. В итоге забирает, опять же, две руны плюс ФБ. Угу. И Дарк сейчас просто такой выезжает, убегает. Делает ТП на бот. Там у него, заметим, один из самых лучших баев на планете Земля. Называется 9 мангусов. Часто 7 мангусов. Вот. И 7 мангусов это жесть. Это... Ну, то есть, Близзи здесь вообще на лайне делать будет нефига. Вы понимаете, что такое 2 милишника против андайинга. И явно не от лучших в жизни, что называется, взятых эти героя. Потому что, ну, ладно, перетерпим на лайне. Да, то есть, особенно учитывая, что на сфер с 3-го левла 2-го уровня перекачка, и, соответственно, будет тебя еще перевосхичивать, то у Близзи не будет игры. Просто не будет игры здесь. Очень долгое время. Ему будет супер сложно. Ну, и поэтому Лефитан все правильно делает. Он пулит крипов. Он понимает то, что ситуация не из лучших. Да, я там тем временем наблюдал интересную историю в топе, как Вячеслав пытается перебить Нринга даже с Пьюрити в Хаммер... Ну, Хаммеров Пьюрити. У него не особо-то это пока не получается. Вячеслав приходится отхиливаться. Нринг просто прогоняет с линии. Откровенно говоря, не дает Тика вообще этому Мнинаиту. И даже если, даже если он разворачивается с ним драться, у него Фейрик, Стики, Вячеслав. Просто нужно бежать отсюда. Хаммеров Пьюрити тебе особо не поможет. А у Нринга еще фласка имеется. Вот и все. Вот и Вячеслав на это не приплыл. Ну, тут очень важно дожить до второго левла у Мнинаита, потому что, ох, Хаммеров Пьюрити скейлится от силы. И ты даешь, соответственно, второй спелл на себя, да, Хамли Грейс. И ты уже бьешь в лицо побольше. И в разменах против Шамана, против которого ты очевидно проигрываешь, под той причиной, что у него дычка больше. И рассказ есть плюс-минус приятный. Да, с первого же левла 140 демеджа. Это очень хорошо. Вот, поэтому понятно, что со второго левла Вячеслав будет чувствовать себя лучше. А не, он вкачал пьюрификейшн. Тоже вариант. Чистый урон, все дела сами, знаете. Выжать как раз прям на Нринга. И все. И получается, что Вилхер зафидел. Это не ферсбат из позитива для него. Но дрову расфиживать, очевидно, нельзя вообще ни в коем случае. Это худший вариант, потому что потом она вам лица оторвет. Вообще, в принципе, здесь затягивать и фидить, очевидно, не стоит. Драфт у пацанов из зекатки у ИТВЕЯ, чем у их фортирников. Да, это верно. Вячеслав. Уже Шергарат под Тавром начинает напрягать. Но вот здесь Вячеслав, по-моему, загулял. Откровенно говоря, да, есть рядом Нринга. Нужно, конечно, Шейкл сдать. Шергарат тоже подходит. А дэмэджи нет. А он Ншей пойдет донается и все-таки Нринга забирает. Ну, окей. Правда, время потратили довольно много. И дрова там все это время фармила под Тауру. Из приятного, опять же. Максимальную гризюку на боте творят у нас пацаны из зекатки, чтобы у Близи был хоть какой-то фарм. То есть они погоняли тут, популили крипов миллиард раз. Несфир вообще стоит сейчас под Т2, по факту, фармит. Короче, и андэминг максимально мешает сейчас восхитировать крипов. Баланару, благо, тот справляется. Ну вот. Так что хотя бы какое-то первое время выигранное для Баланара на линии, которую он, очевидно, заранее проигрывает. Бэтрайдер тем временем чувствует себя не очень хорошо, давайте мягко скажем. Вот. Поэтому приходится на базу идти регенеться и так далее. У Лины фрифарм... Ну, Лина онлайн либо не проигрывает, либо выигрывает. Потому что герой супер базовый и супер крутой оверлигейм. На лайне он просто выносит почти всех. Честно говоря, так звучало, знаешь, не проигрываю линию, а зачастую и выигрываю. Ну да, так того. Ну, Лин просто не может себе этого позволить, да? То есть очень маленький шанс, что пикнов Лину ты приграешь мидл. Вот. Раньше особенно это было актуально, потому что был малый кемп. И если ты даже довольно печально стоишь в лайн, и там у тебя с хитами ничего не идет и так далее, ты просто настакиваешься мало и его фармишь. И ты в кайфе компенсируешь полностью все потерянное и потраченное. Да, уже тысяча преимуществ. За ребятами из-за текадки. Четыре минуты игры. И у Дровки все очень классно. Четвертый левел. Она фармит на полную. У Лины, естественно, суперизичный лайн в центре. Правда, вот сейчас Дарк перетягивается. Четыре стака имеются. Стики надо как-то нажать. Не, он не нажимает, не переходит даже за водой. И погибает. Ну, с перетяжечкой, конечно, справились. Да, за Тамбу забрали эту самую Лину. Но, тем не менее, это, опять же, не из, скажем так, ультимативных решений. Но вы забрали Лину один раз. Да, Тамбы теперь нет. Рейс так сильно бояться своих соперников на центре больше не будет. Потрачен еще и Firefly 15 секунд кулдауна. Поэтому Лина сейчас, опять же, будет фрилейн. На боте Близзи продолжает гонять. У Близзи, конечно, Лине не позавидуешь. Он еще и погибает на ней. Но вот это хотя бы единственная линия, с которой можно сказать, что Х3 выигрываю. Да, потому что мидл в салатье просто, из-за катка, прокатилась. На топе, ну, у Дровы все хорошо, очень. Понятное дело, что Шаград свой доминатор все равно вытащит. Но пока приходится вот так вот потеть, сидеть. И Лук скоро до шестого дойдет. Поэтому все у него в порядке здесь будет. Слушай, ну я начинаю уже сомневаться, честно говоря. Он насколько, особенно после вот этого фрага на Нейти Нормала, да, руинит игру Бэтрайдеру, продолжает. Хотя есть инринг, схватил Лину. Да, они здесь ее никогда в жизни не заберут. Там Лина отспавливается постоянно, поэтому... Да, и тамбу ставить нельзя, потому что Лина просто разобьет тебя. И бабки заработает. Дарк мансует, дает первый. Можно дать еще на себя второй. Че бы и нет, и тамбу все-таки поставил. И держим под тамбой. Зомби кусают. Сейчас шестой левел вкачиваем, в тики нажимаем, убиваем инринка в ответ. Нет? Нет. Приходит на эти Нормал. Кидает бутылку. Промахивается бутылка по настоящему герою. Вау. Жесть, конечно. Ну, Рейс тут выигрывает просто нереально времени. То есть он стягивает сюда инринка и дарка. В итоге, освобождая немножко пространства близи, хочет каких-то крипов пофармить ему. В топе все просто шикарно, у дровки. Ширгора здесь стоять вообще не может. Постоянно Вячеслав его гоняет. В общем, очень круто сейчас. Вот этот лейнап в центре, он действительно решает в данный момент. Да, мы видим по нетворсам тоже 2 900 у дровки, 2 900 у Морфлинга. Столько же примерно у Лины. Оля Фитан подтягивает. Ну, все, здесь Батрайдер может и приехать. Шикарный переброс диспоуза. А, нет, есть Каста. Каста спасает на эти Нарвала. Очень круто то, что Изикатка прекрасно понимает, что сейчас ни с кем в игру не надо играть. Да, то есть у тебя Баланар пока свою ночь фармит, а дрова фармит. Тебе нужно играть вокруг только Лины. И оба саппорта могут максимально двигаться вокруг нее. Ну, в случае с Умни Найтем, он пока Бэби Ситит дрову, пока она в лес не ушла. Но как только она уйдет в лес, естественно, он у них тоже освободится. И либо он будет просто стоять лечить экспул с лайна фуловую, либо пойдет помогать Лине вместе с Марси, которые вот сейчас продолжают аннигилировать на эти Нарвала. Лассо, кстати, есть. Можно вкинуть. Вкинули Лассо, правильно все сделали. Нечего его жалеть. И добить, дожарить Лефитана. Тот живет. Все еще. И на развороте еще и подтыкивает рейс при помощи сайдкика сверху. Это вообще жесть. Андайнг. Тамбупы поставить перед смертью, чтобы, возможно, тогда... Нет, Бэтрайдер сказал, не надо. У меня мана нету. Я драться за это не хочу и не буду. А Вячеслав еще и находит Шергарад. Оставит Сентряк прямиком на кэм, чтобы Вячеслав все-таки, чтобы Шергарад не смог фармить дальше лишних крипцов в лесу. Так, Вячеслав. Ну, Эндринг пришел и говорит, а что тут за ним... Ну, какая-то дичь творится, парни. Надо-то убивать таких. Ну, там Хэмили Грейс еще есть. Хэмили Грейс. Хэмили Грейс дан. Хил. Отлично. О-о-о-о, и Сталоплины. Шергарад в таверну через Лагуну Блэйд. Потекли. Максимальный Х3 потекли. Очень грустно исполняют. И Нейтенарвал тоже не понимает, что он здесь делает. Без лассо. Садится на лицо Рейзу. Рейз просто делает тэп-аут. Нужна еще одна тычка, но он не делает ее, потому что решил, что нужно перефокусировать свое внимание на Лифетана, который вот он-то уж точно в таверне отправится. Окей. Отличный отрез для изикатки, но он также отличный и для Носфира, который продолжает рефармить. Кто сильнее Носфир или Дрова, мы узнаем позже. Намного позже. Да, скажем так, что еще в серии Носфир. Седьмой левел, четвертый вейв форм. Вторая перекачка. Она ему, в принципе, даже особо и не нужна. Он стоит, продолжает на линии, поэтому здесь вблизи его как-то напрягать постоянно не может. Да, несмотря на то, что он носит себе кларетки. Вроде как ночь, но бесполезно абсолютно против морфлинга. 4200 у Дровки. Она, конечно, суперогромная. Прямо Драгонлендс имеется уже. Ну, скоро идет в лес. В принципе, уже можно, на самом деле, учитывая, что седьмой левел есть, вкачан мультишот в 3, марксманшип также есть единичку. Уже можно подфармливать спокойнее. Даже какие-то стаки забирать, условно, там пытаться. Да, женщин. Вот, здесь, правда, немножко Лукас странно сыграл. Он долго добивал одного крипа. В центре перетяжка. Но теперь перетягивается уже саппорт и эзи катка. Да, и мы понимаем, что таким образом на Тенарвал не сможет собрать здесь ни одного кила. Несмотря на то, что есть лассо, рейза подцепить будет довольно трудно. Ой, прыгает ли фитан? Ну, это, конечно, было отчаянная попытка. Хотя Firefly кончился. Диспоуза имеется, подстопить неплохо. Стан от Лины прилетает. Лагуна Блэйд сверху. Как же его месяц, как же его месяц. Ну, это все капли, если что. Капли для глаз. Это лучшее, что есть. Как мы все прекрасно знаем, спасает от любого макроскаста, насколько это возможно. На топе тем временем пытается забрать Лукаса, но он не нает приходит и говорит, это моя дрова, не смейте ее трогать. И оказывается, что ПП хватает Лукасу просто для того, чтобы перестрелять Шаргарата. И его тиммейт, это Шарграсса, конечно же, уйдет. Он жертвовать своей жизни не будет. Обидно. Обидно. Там тем временем нападение. Да, на Лифетану в центре. Да, Лифетану очень больно, перетягивает, пытается так забрать не получается. Здесь прилетает еще на сферу. Ребята, коэффициентики на эту карту от друзей из Винлайн 2, ровно на Эзикатка, X3, 172. Тем временем падает Рейс, кстати, еще в центре. Не забывайте про промокодик Рухав. Да, про промокоды не забывайте, про фрибета не забывайте. Я что-то хотел сказать. А, я вспомнил. Тут настолько жаркое долбило вытворилось, что даже Морф пришел, чтобы водой погасить это все. И добивает Лину. Потому что, ну, Бэтрайдер поджигает, Лина поджигает, все поджигают. И вот теперь на хосте можно лассоризовать. Ну, вот в этого не надо. Вот в этого вообще не надо. А вот в этого надо, да. Лукаса пошел искать. Наденровала, нету, Firefly, он не видит героев. И Лукас при помощи Тамблерстоя сваливает очень крутой мув от Лукаса, который спас ему сейчас жизнь и, конечно же, скорость фарма, которая так необходима для дровы. Несфир на ботте один. Его на него можно напасть. Ночь у Бланара есть, и ночь будет темна. Да, Falcon Blade имеется у Морфлинга. Ну, дрове пора перетягиваться, очевидно. То есть сейчас вот уже как раз время пофармить лес, учитывая, что в центре снесли вышку Х3 за счет Шаргарата, да. Теперь падает вышка еще и в топе от Норинка плюс Волчков, и туда же подходит сам Владимир. Ну, и на ботле не очень сильно горит Несфир. Ну, скажем так, Несфир забирает вышку. Дарк здесь просто подставляется, подставляет свою тушу, чтобы хоть как-то отсрочить падение вышки в центре от рейза. Но я думаю, что это ненадолго на самом деле. Нарвал то, что подходит, немножко крепочка втыкает. Но вот посмотри просто на разницу на Творцев, да. То есть тут 3 700 против 5500 улины. Это, конечно, колоссальная разница. Ну, не думаю, что Натинарвал пойдет дальше. Опасно уже. Ну, Шаргарат опять перетягивает оппонентов на топы. Причем перетягивает дровку. Вот это, наверное, самое неприятное. Лукасу пришлось тп-шнуться. Да не-не, Лукасу просто, ну, в любом случае где-то надо фармить. Да, Баланара с ботом и выгнать невозможно, потому что Баланара так супербедный. Это вот главная проблема, да, когда у тебя харда твоя играет слабо. Ну, в смысле, когда у нее герои там неудачные и так далее, когда лайн стояли слабо, что тройка обычно говорит, все, все, свапаемся, ты идешь, фармишь там этот лайн, фармишь треугольник, тебе по кайфу. Ну, а здесь игра в этом вопросе немножко сломана, потому что Близзе нужно очень много, он не дофармил. У него самый низкий нетвор среди всех коров, поэтому, очевидно, ему оставляют ботом, иначе он просто в игру не войдет. А если он не войдет в игру, то кто будет танковать и давать вижен и станы, ну, в смысле, и контроль для Алины и дровы? Вот вопрос. Ну, пока держится, держится очень круто обе команды. Я бы сказал то, что игра идет в пользу больше для изикатки, именно по той причине, что им, наоборот, надо выдерживать давление своего оппонента. Делают они это с достоинством, постоянно навязывают драки на миду. Мид, в конце концов, закончился, да, и из-за этого стояние на миду тоже закончилось. Лина сейчас переходит на ботом для того, чтобы свергнуть тавер на боте. Т1 вышку. Продолжает Лукас подфармливать лес, как и на Сфер, но на Сфера пока что получается это немного побыстрее. Мы понимаем, у него уже имеется Яша, Waveform, поэтому с кларетками он тут, конечно, крипов бьет побыстрее. Дарк в топе, хотят, видимо, как-то вышку в топе подпушить, тем больше, что тролль имеется, но Лукас просто мультишот и поехали, да, никакого кушетавра здесь не будет. Хотя на ринг рядом, ринг в позиции, у него есть змейки. Тем временем падает вышка в боте от самих изекатов, у них есть телепорты, поэтому они могут, если что, в крайнем случае перетянулся. Вячеслав должен был сейчас понять, что Дарк находится рядом, тем более, что сейчас день, поэтому должен был увидеть рейс, 10-ая минута, ой, 10-ая левел, прошу прощения, 14-ая минута, и БКБ практически готово. Заход на Рошана? Второй доминатор скоро будет до фарма, и Шаргора там обычно со вторым домиком заходит в Рошана, но сейчас ресурсов так много у Мистриш, чтобы забрать этого Камнеголового, да, потому что есть и Томбочка, и очень много дэмэджа от Морфа приходит, Митческого. Так что они не стесняются и просто заезжают, понимая то, что контестить эти карты просто не может из-за того, что у них нет Баланара. Да, если бы у них был Баланар такой мощный, крепкий сейчас, там, с БКБшечкой, или там, с Абелькой хотя бы, или с Шардом хотя бы, а теперь, вы посмотрите, Близзи настолько беден, что ему вот просто он ждет, когда Шард можно будет купить, чтобы хоть как-то добавлять себе выживаемости в тимфайтах, и, конечно же, контрить Ликантропа, потому что, напомню, что днем Баланар может жрать простых крипов, а ночью он жрет еще и Аншей, так что Баланар это классический контракт. Ликана в вопросе с Доминатором, Райс тем временем погибает в размене на всего лишь одного Билфиора, но на Динарвел, скорее всего, все равно отправится в победу, тут выживать невозможно, несмотря на стики, которые можно было не нажимать, и Андаинг тоже отправится туда же, потому что Баланар такое не отпускает, слишком, может, у него высокий мувспит. Ну, а Несфир вместе с Ликантропом, одновременно с этим, забирает и два вышку за вот эти вот мини-замесы, которые творятся на миде, у нас все равно придется Несфиру отступить, иначе его тут тоже два раза потрогают. Да, уходит отсюда Морфлинг, ну, я бы сказал, на самом деле, что несмотря на то, что погибли у нас и Бэтрайдер, и два саппорта X3, но они забрали Лину и вышку сверху, и, по идее, золото, ну, тут не столько золото решает, сколько макро-передвижение, да, то есть открывается большее пространство гораздо для X3, можно аванпостик перехватить там, чем, собственно говоря, они занимались. Ну, это, опять же, из приятных новостей, да, там, Вижен немножко поставили, сентрички расставили, ребята, в лесу. В общем, для X3 эта ситуация выглядит поприятнее. Близи, 10-й левел, есть Faceboots, и Даггер еще совсем-совсем не скоро, ну, Найт Сталкер, конечно, в этой игре просаживается по Нетворсу, мы это тоже все прекрасно понимаем, учитывая ситуацию, учитывая лейн, который он стоял, тут вопросов к нему, конкретно к Близи, возникать каких-то не может. Лифтант сбирает Трун ДД, потому что там рядом был Дарк, ну, и нужно тупым заняться. Вообще, хорошо бы с Шергаратом как-то разобраться на этой топ-линии, это тяжело без дровки в любом случае, поэтому я думаю, что Лина здесь вместе с Омником вдвоем вряд ли что-то придумают, разве что отпушить просто этот лейн, как-то оттолкнуть Шергарата, попытаться его задушить на этой топ-линии. Огромная пачка там, конечно, идет вместе с скелетиками тролля. Вот их бы подцепить, было бы хорошо. Лука с тем временем, что у него там, Яша, Драгон Лэнс и что-то летит... Форстов. Ну, то есть он добьет сейчас пику себе, ну, можно не сразу, да, мы видим то, что он поставился сначала манту. Ну, сам постепенно, да, у него появляются слоты, текст пошел на Марсе. Вкусно. Ну, боевой и по-настоящему дрова станет только после появления БКБ. До этого момента она только издалека может смотреть и подстреливать, да, там, врезаться в какую-то жесткую позиционку, она не имеет права. А эту позиционку должен ей устраивать Близзи. А у Близзи нет блинка, и у него вообще нет слотов, кроме шарда. И это, конечно, печальная ситуация, с другой стороны, такая же печальная ситуация находится у Бэтрайдера, но у Бэтрайдера все равно все намного более симпатично с точки зрения использования его внутри тимфайтов. Он сейчас на одном из пиков силы. И Насвирт добирает один вышку на боте, идет дальше, у него еще две минуты до окончания Эгиса. И можно форсить эту два вышку на боте. Кстати, прикольная позиционка у Наринка, он может быть и в Близзи. А просто хочет ли он это делать? Да, хочет. Ставит серпент, ставит текст, дает все свои шейквы. И Насвирт отдает Эгис, лол. Нажать нормальной кнопки не получилось в этот раз. Ну ладно, неважно. Короче, задайфили просто жесть. Насвирт? А вот Насвирт теперь нужны улететь. А, Насвирт? Ой, ой, какая... Это поплава. Это поплава. Но они задавили слишком далеко. Вот обычно на этом игры, в случае там со джи, например, не заканчиваются, а только продолжаются. Потому что они умеют подобные штуки кайтить грамотно. И, во-вторых, они обычно дайвят, когда у них там плюс пять тысяч, например, в таких ситуациях. Здесь, в свою очередь, равенство по силам. И они просто берут и лишают себя позиционки, нападая на Баланара, который, ну, окей. Он, конечно, может быть убит, но какая разница. Если у тебя все равно без позиции, ты не можешь против Лины драться и пробою. У Лины еще и БКБ с Кристаллисом, да. То есть оно довольно мощное сейчас. Так, Шамайч. Слушай, я еще заметил, на самом деле, как круто играет Шаргарат своими волками. Он постоянно сканит соперников, да, и за счет этого поймать его довольно трудно. Он постоянно подпушивает топлинию, заставляя перетягиваться, естественно, изикатку. И тем самым изикатка, они никак не могут вот пройти дальше. Да, они сделали четыре минуса, но... Одна, что они играют четыре плюс один, типа, теперь из-за этого. То есть, где Шаргарат был, когда ботом пушился, да, он топ пушил. Да, прикольно, вопросов ноль, но, типа, может быть, тогда не надо так жестко дайвить, если у вас минус один герой на карте. Вот. Это да. Либо играйте под него, условно говоря, да. Пускай он вместе с вами тусуется на топе, вы стягиваетесь под топ, и тогда играйте вместе с ним. Да, иначе навязывать файты четыре в пять, то, ну, какой бы слабый противник не был, он это выиграет. Какой бы там Болонар даже был бы, условно говоря. Но вот сейчас он начинает приподниматься, да, потому что все-таки его не убивали очень долгое время. И Близзи сейчас под смоком, с своими пацанами, говорит, давайте я сейчас с Блинка войду в любого героя, и мы его быстренько зафокусируем, и, возможно, еще какую-нибудь грязь сделаем дополнительно. Смог на смог теперь уже от Икс-3. Видит Вячеслава. Да, говорит, есть. Я бы влетел, он не нравится, это точно, мне очень нравится, он не знает, как цель здесь, поэтому мы влетаем. Правильно, Близзи, правда, сразу же на размерах сыграет против Шамайча, отпускать его ни в коем случае нельзя. Да, тут все еще связывают, кстати, Близзи, Близзи очень больно, Близзи страдает, но Вячеслав выхиливает, при этом Лукас под смейками, это не самая удачная позиция для Эзи-катки. Лукас выгибли дальше, у него нет, пока нет пики, в итоге он погибает, Вячеслав также отправился в таверную, это три полки, ланая сфера, и минус 4. Знаешь, чем прокол, ты посмотри на Райза? Так, он просто улетел, да, он нажал боковой, улетел. Но я к тому, что он, все, что он сделал в файт, это центральная фигура, которая должна выдавать миллион дамажа, там, кстати, веселье приносит и вкус подрячий. Он не умрет ли? Он еще выживет. Еще и Хекс не дал, Шамайч, видимо, рейджи не хватило. Ой, тильт, боже мой. Что ты меня типаешь, говорит, Вилки, вот. Что ты это? Короче, просто жесть, такой мем творится. Да, это веселье по всей карте, действительно. Пошел неймдропинг плотный. Нормальная, нормальная тема. Нет, это мы любим. Майл вот такой не приветствует, а я считаю, что старый... Это суперкруто вообще. Руфла-чат, это самое то. Как бы мы же не на Инте все-таки сидим, мы тут чилим с пацанами, да, в чатике и так далее. Вот. Не будь у нас задержки, мы бы и с чатом напрямую разговаривали бы. Вот. Ну, а тут пока ситуация не из легких для X3, потому что потенциал, так сказать, с первого Рошана, первого Эгиса не реализован. Да, внешние товара постепенно сломаны, но все равно карта не контролится. Лина фармит, дровка фармит. Хотя драка, конечно, была, ну, будем честно говорить, для дровы просто упомрачительно грустной. То есть и без БКБ нельзя так делать просто. Да, и коэффициенты от наших друзей из винлайн говорят о том, что у изи-катки проблемы очевидны. Изи-катка 4, ну и, соответственно, X3 1,16, друзья, коэффициент на эту карту. Не забывайте про баннер под наш трансляция, от все тех же винлайн до 10 тысяч фребета можно получить, а также QR-кодекс вверх-справа, только что, наверное, дали на своих экранах. Да там и позиция, на самом деле, какая-то была прям, ну, печальная. То есть вот эта вот маленькая лестница на подъеме в лес, она, конечно, приносит много боли и бед, если там стоит тамба, змейки, бэтрайдер там какой-то летает, это все очень-очень неприятно. Драку там провести, конечно, было невозможно, мне кажется, даже нормально. И сама сейчас подцепить морфлинга, ой, неудачный стан, в итоге морфлинг успел перекачаться, и морфлинг за счет этого, скорее всего, выживает, да, он выживает. Он выживает, а тут потратили абсолютно все, Guardian Angel, сломали там Буш, Эргарат Владимирович, так они сейчас ворвутся, они сейчас, мне кажется, могут ворваться, на развороте у них все есть, змейки готовы, лосо имеется, но как-то боятся соперников, там БКБ Лина не прожимала случайно, Лина не нажимала, БКБ влизи, поэтому идет дальше, Лефитан прыгает на него, Дарк попытка зацепить именно. Анданга, Анданга цепляет, форстаф имеется, Анданг все еще живет, еще один форстаф на него срабатывает, в итоге Хех, Сандринька, а вот это недалековато ли, езикатка-то сейчас бегут, он тут же, шикарный Сайленс отблизи, срабатывает, могут зацепить хотя бы Бетрайдера, попробовать добрать его, Рейс, там по двум героям от Тесвера, который перекачался в Лину, в итоге падает и Лукас, Рейс просто пытается улететь, но его фиксируют, минус, Лина, Лефитан, запрыгнул на хайграунд, Артизи могут, минус три, ой, скобочки, полетели, ну это очевидно, конечно, тут уж езикатка просто в какой-то, знаешь, аркаду. Я не понимаю, зачем они лолдинят куда-то, вот серьезно, ну то есть, неужели они настолько, сильно боятся, что сейчас Х3 закончат игру, ну зачем эти драки, кому они лучше, то есть, у тебя нету БКБшек на двух корах, тебе нужна БКБшка на баланаре, точно, потому что он должен впитывать, и желательно, ну, плюс-минус два слота еще на дрове, тогда она сможет раскрыться. Как дрова с Пикой и Яшей может раскрыться, у меня серьезный вопрос, она вскрыться, вскрыть ее могут за секунду, это правда, вот, но раскрыться как персонаж, но она просто не может, у нее нет позиционки, потому что у нее нет баланара. Короче, какая-то лютая грязь, то, что они делают, я думаю, что это совершенно немотивированная жажда драки и жажда не отдать этого второго Рошана, понятно, что страшно, понятно, что не хочется, но... Ну, тут же нужно оценивать свои силы, да, вы потратили Guardian Angel, у вас кулдаун Dark Ascension пошел условный, Дали у нас БКБ, дровка до сих пор без монтостайла, ну, идти в такую ситуацию... А там все кнопки, вообще все кнопки. Ну, даже не с монтостайлом, что, вот, типа, единственное, что монтостайл помогает делать, доджет лассо, да, и, ну, там, условно говоря, какой-то фокус есть, поймал, может быть, с ними что-нибудь. Сайлосов тут нет особо, то есть, если на тебя хекс нажимается вилхиором, все, ГВП, заливаем из игры, вот, и потому что, ну, тебя точно фокус, тебя точно убивает. В ХП у тебя 2000, все, что ты можешь на подсейв сделать, это форс стал. Который вообще не волнует того же самого Аликантропа, которому просто пофигу совершенно. Еще один смог. Попытка номер два, выйти в то же самое, мне кажется, шейп-шрифт нажимается, Шаргаратом, мы увидели иллюзию дровки, ее съели. Окей. Опа, Вижен ставится у нас. В связи катка снова хочет взять, чем принять файт ровно в той же самой части карты. И Вижен пошел от волков. Это сверх стон, получает, но тут же перекачка с Шарда. Тут же перекачка с Шарда, Рей сцепляет его на Лассо, слишком рано дал у нас Гарден Энджел, мне кажется. Да нет, нормально, нормально. Слушай, они не хотят потерять Лину, за этот ультимейт это можно сделать. То есть это размен Гарден Энджел на Асо и на фокус, который дали Лине. И таким образом минус Бэтрайдер всего лишь за ульту. Круто-круто сыграно, мне кажется, вполне себе он не найд здесь прав был. Ну а того, еще одна секунда, и он скорее всего не дотягивался гашкой на Лину, потому что его возили все-таки. Скади почти у морфинга, кстати. Там по золоту уже бассейн. Надо идти драться, надо идти драться. Пофигу, что нету лососиста. И пофиг, что нету у Ликантропа ульты. Ну и даже не драться, а просто кого-то выцепить с Лухиора вдвоем. Вот, вот, Лухиора вдвоем взяли. И давай разносить лицо. И вот сейчас еще 2-го можно было подцепить, но у Лукаса равнофорстатница, они это понимают. Да, поэтому улетает опять же Нринг. Неужели готовится этап, кстати, под выход на Лину? Да, они точно сюда, вдвоем, втроем. Еще бежит как раз. Ондайнг, Нринг идет вперед, Лефита нацепляет, но Рейс рядом. Есть от... Ооо, как Нринг сыграл, шикарно просто. Дальше тампа пошла, пытаются Рейс зацепануть лосо, пока что нету, бочка. Зато имеется Рейс, Лагуну выдал, но тут же Нцфир. Нцфир просто разрывает на этой карте, друзья. Даблкил от него, богоподобный. Еще одна скобочка, Нринг продолжает. Своё шествие по этой игре, как и вся команда X3, собственно говоря. Вячеслав тоже падает, трипл кива атмосфера. Ладно, парни играть доту, я понимаю. Ну да, давай, первых, их находят. То есть тут вопрос в чем? Ты в макро можешь перегривать просто оппонента, который будет понимать, что ты делаешь. И, соответственно, стараться дожить нехорошие, точнее, слабые файты, которые будут... Вот, как, например, сейчас Дани, вот в лесу, когда сидели, реально крутая идея. Ты поставил Vision, понимаешь, что если ты стоишь в лесах, то вполне вероятно позиционку не потеряешь. Если лассо дадут, Guardian Angel спасет, бла-бла-бла. Вот. Здесь, в свою очередь, у вас ноль ресурсов, вы загуливаете на боте, вы думаете, что противник не пойдет. А что если пойдет? А если пойдет, будет вот это. И это, ну, печально, то есть, ты играешь против оппонента, который ловит тебя на ошибки, который за каждую ошибку почти тебя всегда накажет. Ты это знаешь. И, ну, не первый день мы видим X3, да, типа, это уже 100-тысячный сезон, который они играют у нас на DDSL. Вот, я бы сказал, что они, возможно, даже ветераны DDSL. И ты точно знаешь, что они тебя могут наказать. Особенно, если у Вилхиора Shadow Shaman. То есть, ты играешь против SS, и на Shaman еще всегда тебя возьмет. Это герой с инстэффиксом. Как только у него появляется блинк, ты не имеешь права больше играть без заглядки на это. Ну, да, это все неважно, короче. Парни просто плохо нажимают сейчас кнопки, плохо двигаются. Хуже, точнее, X3. А X3, красавцы, играют своим драфтом, играют свою игру в классическую. И они довольны. Они любят быть первым номером, они любят держать инициативу в своих руках. И они это делают. Есть информация по тому, где находится изикатка. Несфир идет вперед, влетает просто в Омни Найта. Омни Найт падает в секунду. Дальше за рейзом погоня. Рейза цепляет на лассо. Нет никакого омника. Байбекаться он не будет. Рейз нажимает БКВ, пытается драться. Станчик откидывает. Кстати, по-другому героям неплохо. Но, опять же, драфка не вносит никакого демиджа абсолютно. Просто пытается уйти отсюда. Лифтан также отправляется в таверну. Несфир опять на хайграунде. Пытается убежать хотя бы близи. Его должны были сейчас увидеть. Но не успевают сюда, кстати, Шаман. Хотя, блин, был странно. Окей, минус 3 от X3. 11 тысяч преимущества. И очередной файт за ними. Похоже, что эта игра близится к своему завершению. Ну, да, в принципе, ты уже подвел все итоги. Знаешь, в X3 действительно играют своим драфтом. Играют классно, играют круто. Ну, гораздо сильнее изи катки. Вот на этой карте в разы, да. То есть, несмотря на такую тяжелую линию для бетраэдера, он все равно внес импакт своим васо. Несфир, ну, у него был идеальный старт, опять же. И помешать ему как-то было очень-очень трудно. Он раскачался до своей суперформы. А вот дровке нужно много-много-много времени. Вот БКБ появилось, понимаешь? То есть ситуация, в которой у тебя дровы на 30-й минуте БКБ после манта и форста, в смысле этого, опа, плохой вперед. И это неплохой тайминг в игре. Но проблема в том, что ты к этому моменту уже проигрываешь очень много. А все, что нужно было сделать, просто дождаться. Выбили Гардиан Энджел из X3. Скоро будет у реконтропа ультимейт. И он собирает Хекс. И все. Два кемса будет в команде у X3. Один с Шамайча, другой с реконтропа. Все это с Лассо. Это ультра много контроля. Особенно учитывая, что у Лины 6-секундный БКБ. Там морфлинг купил БКБ. У него боттл. И он сейчас идет за дабл дэмэджем. Поэтому можно просто камеру на морфлинга поставить. И, в принципе, уже ждать. Можно за пределами экрана камеру поставить. И просто по звукам понимать, что трон упал. Вот. Потому что так и будет. Ну, то есть здесь нету какой-то мегастроты, по которой... Ну, кроме того, что Энсфир нажимает фул ловкость. Там у него остается 800 хп. Он въезжает в Лину. Отдает ему лагу. Но он не нажимает БКБ. Вот примерно так тогда, да. Тогда он не смогут проиграть. Так. Влет на Энринг. Энринг поставился здесь. Но он выживает. Его спасает. Рукиливает. Все остальное. Энсфир просто с дабл дэмэджем бьет лицо. Одному. Сейчас. Второму. Третьему. Да, влезь падает. Третьему. ДГГ. Поздравляем. Да, тут X3 можно только поздравить. 17.1.6. Великолепный морфинг атмосфера в очередной раз. И это, друзья мои, 2.1. Истри побеждают. Рэнбэдж, правда, не оставили, конечно же, атмосферу в этой ситуации. Но все же, все же, опять же, они свое получили. Красавцы. Так и есть. Очень уверенная, спокойная игра. Верлигейме и мидгейме неплохо было сыграно. От Лины вместе с Марси. Много они проблем Бэтрайдеру доставили. Но морф включился в игру. Рассказал, кто здесь батя. Что он может сделать с этой дровкой Линой. Насколько, да, опять же, неудачный пик Блонара. Но мы понимали, что не то, чтобы там есть какие-то другие драфты, которые бы настолько сильно поменяли для Близзи лейнинг стадию. Которая была, очевидно, очень-очень сложной. Потому что Анди вместе с морфом. Ну вот Марси плюс один. Какой должен быть тройка? Какая должна быть тройка, которая и по игре будет полезна, и будет фронтлейни для Лины и дровы? Это вопрос. Потому что единственная тройка, которую ты хочешь взять против Марфа и Данга, это рейнджевая тройка. А нет рейнджевых троек, которые бы нереально круто оттанковали для Лины и дровы игру. Поэтому пришлось терпеть Близзи. И он, конечно, постарался сделать все возможное, чтобы эта игра была в их пользу, но не получилось. На этом мы с вами прощаемся. С вами были мы вместе с Ёжиком. И завтра в 3 часа, да, я так понимаю, по московскому времени, продолжится у нас Т2СЛ. Приходите, там будет снова 3 best of 3 наверняка. И самые интересные и сущные игры в рамк групповой стадии. Да, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok